И снова привет тебе дорогой зритель канала час ремонта, в этот раз мы с тобой разберемся с электрическими газонокосилками. На первое место моего рейтинга становится модель от марки Макита, сразу замечу что она не самоходная, то есть ее придется толкать вручную. Машинка имеет приятный внешний вид и корпус даже обладает некой стильной аэродинамикой. Колеса в нее установили относительно крупные для простого передвижения по газону. При этом они достаточно широкие, чтобы его не портить. Мощности в машинке припасено 1400 ватт, за один проход она может скашивать 37 сантиметров травы в ширину. Производитель рекомендует использовать газонокосилку только для скашивания газона. Высоту ножей можно регулировать в трех положениях, в диапазоне от 20 до 55 миллиметров. Вся срезанная трава собирается в довольно объемный травосборник на 40 литров. Он имеет мягкую структуру и только в верхней части жеткий каркас. Высоту ручек тоже можно регулировать в трех положениях, подгоняя под свой рост. Ножи у машинки выполнены из прочной и долговечной стали, но при интенсивной работе подтачивать их все же периодически придется. Газонокосилка получилась крайне легкой, простой в управлении и не капризной в обслуживании. Отличная и долговечная модель для дома, дачи и сада. Обойдется она примерно в 13 тысяч рублей. Если найдешь газонокосилку себе по душе, то обязательно загляни в описание. Там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Рядом будет лежать промокод, который поможет немножко сэкономить. Второе место моего рейтинга достается модели от марки Denzel. Яркая и приметная газонокосилка, раскрашенная в традиционный желтый цвет бренда. Работает от электричества и кушает около 2000 ватт. Ездить самостоятельно она не умеет, привода на колеса от двигателя нет, поэтому тебе придется толкать ее самому. Но колеса инженеры предусмотрели удобные, по траве перемещается легко, газон не повреждают. За один проход косит по 43 сантиметра. Вариантов высоты скашивания здесь предусмотрели аж 6 штук, в диапазоне от 20 до 70 миллиметров. Для переключения используется хорошо различимый рычажок на борту корпуса. Травосборник в комплекте есть объемом 45 литров, имеет жесткий верхний каркас и мягкую тканевую основу. Производитель рекомендует использовать машинку для площадей до 800 квадратных метров, заводится она крайне просто и работает при этом относительно тихо. Двигатель дополнительно защищен от перегрева и от перегрузки напряжения. Антивибрационная система позволяет снизить передачу неприятных вибраций на ручке. Угол наклона рукоятки регулируется, позволяя выставить удобную высоту под свой рост. На зиму ее можно сложить в более компактный вид и убрать на хранение. Симпатичная, удобная и мощная модель, обладает определенным запасом прочности и выносливости, позволяющей ей работать с большими площадями. Обойдется эта газонокосилка примерно в 13 тысяч рублей. Обязательно подпишись на канал Час Ремонта, чтобы всегда первым узнавать о новинках и лучших предложениях товаров из миротехники и инструмента для дома, дачи и сада. А еще не забудь поставить лайк этому видео и написать интересный комментарий. На третье место моего рейтинга становится модель от марки Hyundai. Производитель гордится своим мощным и при этом экономичным двигателем Hyundai ICV 150 на 1800 Вт. Особо чуткого обслуживания не требует. Режущий нож разработчики называют аэронож. Это все из-за его особой формы, которая при работе создает дополнительный воздушный поток и вроде как более эффективно перегоняет скошенную траву в приемник. Роль которого здесь, кстати, выполняет травосборник большого объема на 50 литров. За один проход машинка косит 42 см травы в ширину. Высота тоже регулируется и как у предыдущей модели в шести положениях. Позволяет выставить довольно точный размер в диапазоне от 25 до 75 мм. Для этого есть удобная ручка на борту корпуса. Визуально машинка выглядит довольно приятно, чем-то похожа на гоночный болид. Передние колеса меньше задних, но на тягу это никак не влияет, потому что косилка не самоходная. По газону катается легко, колеса его не повреждают. Ручка может регулироваться по высоте под свой рост, а также складываться в более компактную форму. Обойдется эта модель примерно в 17 тысяч рублей. На четвертое место становится представитель марки Champion. Симпатичная и в то же время мощная электрическая газонокосилка с двигателем на 1800 ватт. За один раз захватывает ширину газона в 42 см, а высота зависит от выбранного положения рукоятки, которых всего шесть. Общий диапазон высот составляет от 20 до 70 мм. Вся скошенная трава дружно собирается в мягком травосборнике объемом 50 литров. Верхний каркас жесткий, с ручкой, за которую его удобно взять и вытряхнуть. Внешне же машинка выглядит как традиционная электрическая газонокосилка. Приятный дизайн, разные задние и передние колеса, удобная регулируемая ручка. Своего привода на колесах модель не имеет, то есть для движения используется одна человеческая сила. Но весит косилка всего что-то около 13 кг, так что передвигать и управлять ей крайне просто. Обойдется эта модель примерно в 12 тысяч рублей. На пятое место становится модель под маркой Alco, оснащенная двигателем относительно невысокой мощности в 1400 Вт. Выкашивает за один проход тоже не самую большую ширину в 38 см. Регулировка высоты положения ножей осуществляется выбором одного из трех уровней в диапазоне от 20 до 60 мм. Вся скошенная травка собирается в жестком травосборнике объемом 37 литров. Машинка получилась компактной и легкой, с очень простым управлением. Привода на колеса нет, поэтому ее нужно толкать, тем не менее она прекрасно справляется со стрижкой газонов на небольших площадях – до 500 квадратных метров. Внешний вид довольно приятный, на верхней части корпуса есть дополнительная ручка. Основную рукоятку можно убрать, получив более компактный вид машинки для хранения или транспортировки. Стоит эта газонокосилка около 11 тысяч рублей. Шестое место достаются газонокосилке от марки Greenworks. Она окрашена в ядовито-салатовый фирменный цвет и в целом оформлена в довольно стильный и компактный корпус. Машинка обладает скромной мощностью относительно остальных моделей рейтинга – всего 1200 Вт. Косит она за один проход в ширину 32 см травы. Мягкий травосборник, идущий в комплекте, тоже не может похвастать большим объемом – он здесь всего на 30 литров. Газонокосилка весит чуть более 9 килограмм, то есть легкая, маневренная и удобная. Ручка высокая, подойдет под любой рост. Она складывается в компактный вид для хранения и транспортировки. Одна из самых доступных газонокосилок рейтинга обойдется примерно в 7000 рублей. Ну и завершает мой рейтинг модель от марки Хютер. Обладает совсем скромной мощностью в 1100 Вт. В ширину косит до 32 см травы за один проход. Высота же положения ножа может регулироваться в трех уровнях в диапазоне от 25 до 65 мм. При этом косит газон достаточно эффективно, выдавая частоту вращения ножей до 3200 оборотов в минуту. Модель оснащена небольшими удобными для движения колесами. На верхней части корпуса есть дополнительная ручка. Основная рукоятка умеет складываться и обладает достаточной высотой для удобной работы. Кабель питания здесь коротковат, как и на многих схожих моделях, и составляет всего 45 см, поэтому лучше сразу обзавестись удлинителем. Обойдется эта машинка примерно в 6600 рублей. Если нашел идеальную для себя газонокосилку, то загляни в описание. Там есть все ссылки и промокод для тебя. Подпишись на канал Час Ремонта и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас я с тобой прощаюсь, приходи на следующий выпуск.